Всем привет! У меня уже давно не было разговорных видео на моем втором канале, и в принципе на втором канале уже давно не было ничего, кроме распаковок. Поэтому я решил, почему не записать ответы на ваши вопросы. И поэтому сегодня ВКонтакте я создал пост в моей группе, где просил вас задавать свои вопросы. И давайте посмотрим ваши вопросы. Сразу скажу, я буду брать не все вопросы, а те, которые наиболее интересные, на мой взгляд, и также те вопросы, которые не повторялись в моих предыдущих видео, потому что это уже третье видео с ответами на вопросы. Так что, если вдруг ваш вопрос не попал, это не значит, что он неинтересный. Это просто, скорее всего, на этот вопрос я уже отвечал. Ну что ж, приступим. Первый вопрос. Сколько у тебя лего, и будешь ли ты покупать его сыну? Мне тяжело сказать, сколько у меня лего, потому что у меня есть два младших брата, и, соответственно, родители покупали и мне, и братьям лего, и покупали довольно много лего, можно сказать. То есть у нас в сумме, я не знаю, коробок 100, наверное. Я не могу сказать, потому что у нас и маленькие наборы, и большие, и многие наборы уже растерялись просто. То есть коробки где-то потерялись, выбросили, и они все лежат, детали в общей куче. То есть детали мы не теряли, они у нас все лежат в общей куче, и инструкции мы по возможности сохраняли для того, чтобы в будущем, если вдруг кто-то захочет отобрать какой-то конкретный набор, вы можете взять инструкцию и просто в огромной куче деталей найти детали от этого набора. Так что, ну, наверное, больше 100. Если не больше, то близко к этой цифре. И вторая часть вопроса, будешь ли ты покупать его сыну? Да, само собой, я буду покупать сыну лего, однозначно. Это без варианта, я буду покупать лего, потому что я люблю лего, и я надеюсь, мой сын тоже будет его любить. Так, когда у тебя выйдут семейные видео? Я не могу сказать, что я буду конкретно снимать семейные видео, но в любом случае у меня будут влоги на втором канале, вот на этом канале, у меня периодически очень редко появляются влоги. Я каждый раз хочу начать снимать больше влогов, но это довольно тяжело. Мне тяжело, то есть не то, что тяжело снять, не то, что тяжело смонтировать. Мне, в принципе, морально тяжело, наверное, снимать влоги, потому что это немного не моя тематика, у меня не лайфблог, у меня эксперименты, какие-то самоделки. Поэтому влоги мне довольно тяжело снимать, но я постараюсь снимать больше влогов, и, само собой, у меня в влогах будут появляться и жена, и сын, и вот такие, наверное, семейные видео будут. Не знаю, посмотрим. В общем, если они будут, только вот на этом канале, на котором вы сейчас смотрите это видео. Тут очень жарко, кстати, поэтому если у меня есть небольшая отдышка, то это из-за того, что жарко. Сейчас просто лето, у меня в этой комнате нет кондиционера, и хоть окно открыто, но всё равно очень жарко. Я знаю, что пользуешься премьером, но почему ты выбрал его? Чем он удобнее Вегаса? Сам работаю в Вегасе, и так далее. Adobe Premiere и Sony Vegas – это две программы для обработки видео. Сейчас я работаю в Adobe Premiere Pro. Это очень классная программа, и я считаю, наверное, на данный момент моего развития, как блогера, лучшее, что я могу для себя выбрать. Конечно, я хочу ещё начать работать в After Effects, но это уже более специализированная программа для того, чтобы какой-нибудь текст появлялся, вылезал там. То есть это и в Premiere можно делать, но что-то более сложное, это уже всё-таки, конечно, After Effects нужен. Изначально я монтировал свои видео в программе Sony Vegas. Так просто случайно получилось, потому что, когда я начал монтировать свои первые видео, спросил у друга, в какой программе он монтировал наше новогоднее видео. То есть он не блогер, он просто с нового года смонтировал видео. Я спросил, в какой программе он сказал, что это была Sony Vegas. Я спросил у брата, он тоже какое-то видео там монтировал, он сказал, что он пользует Sony Vegas. Но я думаю, ну, наверное, тогда тоже скачается Sony Vegas, и год или полтора работал в ней. Потом понял, что функционала в Sony Vegas мне не хватает, и я решил перейти на Adobe Premiere. Когда я перешёл на Adobe Premiere, я пожалел, что предыдущие полтора года не пользовался ей, потому что мне пришлось переучиваться. Но Adobe Premiere намного круче программы, если вы хотите начинать монтировать видео, сразу лучше в ней работать. Эта программа, возможно, немного сложнее по сравнению с Sony Vegas. Возможно, даже не то, что сложнее, не настолько интуитивно, как Sony Vegas. Но там очень классный функционал по цветокоррекции, по работе со звуком. Вот мне это очень понравилось. Там цветокоррекция и работа со звуком на очень высоком уровне по сравнению с Sony Vegas. Я, конечно, могу ошибаться, я не эксперт, но мне так кажется. Что ещё мне понравилось? А, очень важная функция. Я, опять же, не эксперт, но в Sony Vegas я мог замедлять видео только в три раза. То есть если я снимал видео 240 кадров в секунду и хотел замедлить видео в 10 раз, для того, чтобы получилось 10 кадров в секунду, я мог замедлять видео только в три раза. И мне это очень понравилось. А в Adobe Premiere вы можете замедлить видео хоть в тысячу раз. То есть да, оно будет дёрганное скачками, но вы можете замедлить на сколько вам угодно. А в Sony Vegas я такого не нашёл. Опять же, я не эксперт. То есть, возможно, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, напишите об этом в комментариях. Мне вообще, в принципе, нравятся продукты компании Adobe, потому что я много лет работал в Photoshop. Я даже какое-то время подрабатывал фотографом. Я обрабатывал большое количество фотографий в Photoshop, в Lightroom. Даже в Adobe Illustrator работал. Мне он намного больше нравится, чем CorelDRAW. Потому что я привык работать в этой среде. И как-то навигация про этих программ всё очень похожа. И для тех, кто, в принципе, работает в этой среде, оно всё очень удобно. То есть вы можете спокойно переносить файлы из одной программы в другую. Импорт, экспорт. То есть это всё классно. Оно вместе сработает в сумме. Поэтому я рекомендую Adobe Premiere. Sony Vegas тоже классная, но вы в какой-то момент поймёте, что вам надо расти дальше. И придётся изучать Adobe Premiere. Вот. Всё. Хватит с этим вопросом. Это уже два вопроса. Я наговорил, не знаю, минут на семь, наверное. Так, следующий... А, это уже третий вопрос был. Следующий вопрос. Когда ваш канал был только создан, что ты хотел показывать зрителям на нём? Изначально я создавал канал не как блогер. Я создавал канал, я вообще не помню для чего, честно говоря. Наверное, чтобы подписываться на кого-то. Но вообще я могу сказать, что до того, как я начал снимать сам видео, я вообще не смотрел никого, ничего на YouTube. Я не знал никаких блогеров. Мне про Максу 100500 рассказывали однокурсники. И про Дэйсс хорошо. А я их не смотрел. Мне просто рассказывали однокурсники, что вот есть два таких крупных канала. Я даже не знал, какие там вообще цифры подписчиков. Вообще ничего не знал. И мне как-то неинтересно было. Сейчас я эти каналы всё равно не смотрю. Но, тем не менее, хотя бы знаю, кто это. И я создавал просто канал для чего-то, наверное, чтобы подписаться на кого-то. Но всё равно никого не смотрел. А потом я снял своё первое видео, как собрать неокуп. Сейчас оно уже закрыто. Просто мне жена подарила неокуп. Тогда она ещё была моей девушкой. Она мне подарила неокуп. Я решил посмотреть в интернете, как он собирается. И не нашёл ни одного видео. Я думаю, это плохо. Я сам разобрался, как его собирать. И думаю, сниму видео для тех людей, которые захотят тоже собирать неокуп. И для того, чтобы мне это было проще сделать. Снял видео, выложил на YouTube. Набирал какое-то количество просмотров. Там, я не знаю, 100 или 200. Я подумал, ничего себе, как много просмотров. Кому-то это интересно. Потом я думаю, нет, надо что-то снять интересное физическое. Потому что я всё-таки физик по образованию. Тогда я только учился в университете. Курсы, наверное, на третьем. На четвёртом, наверное. А может и на третьем. Я взял игрушку хендгам, которая является не нейтонской жидкостью. Обклеил палец, ударил молотком. И хендгам защитил палец ударом молотком. Это видео есть на моём основном канале. И оно вас будет высвечиваться как первое видео. Потому что оно до сих пор открыто, а неокуп уже закрыт. Вот. И после этого я начал снимать своё видео. И, собственно, я снимаю до сих пор всё то же самое, что я снимал изначально. Эксперименты, самоделки. Это мне нравится. И знаю, что вам это нравится, раз вы подписаны на мой канал. Я, возможно, буду вводить на канале какие-то новые рубрики. Но они не будут колоссально отличаться от тематики канала. То есть, если мне изначально нравятся эксперименты, они до сих пор есть. Но их становится всё меньше и меньше. Сейчас мне больше интересны самоделки. Больше интересны какие-то красивые вещи своими руками делать. Не только лего спиннеры. Это, конечно, круто, но это не какая-то супер красивая вещь. А вот, например, бетонные горшки. Мне нравятся такие вещи. Они оригинальные, крафтовые. Вот такое я люблю. То есть, канал постепенно меняется, но не скажу, что кардинально. Всё равно в одной и той же тематике остаётся. Так что всё, что я хотел снимать, я так и это и снимаю. В одной тематике. Так. Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? Я так ненавидел этот вопрос в школе. Мне казался очень глупым, тупым. Не в обиду тебе, кто задал этот вопрос. Но я очень не любил этот вопрос, потому что, когда тебе говорят 2х2 умножить на 2, это имеется в виду, что ты должен сначала выполнить умножение, потому что умножение в первую очередь выполняется, потом сложение. Но я в голове представляю, что 2 плюс 2, когда говорят, значит, что они стоят в скобках. Вам же не говорят 2 умножить на 2 плюс 2. Если вам говорят в таком порядке, значит, они хотят, чтобы в таком порядке это и посчитали. Так что мне этот вопрос в принципе не нравится. И, на мой взгляд, более правильный ответ это 6. Потому что если вам говорят 2 плюс 2, значит, вы должны сложить, а потом только умножить. Потому что вы же раньше сказали, значит, она стоит в скобках. Ну, это я так представляю. Возможно, вы со мной не согласитесь. Так. Теперь следующий вопрос. Когда ты будешь чаще выпускать видео? Не знаю. Я выпускаю видео по мере не то что возможности, а по мере поступления каких-то идей, потому что у меня не какая-то регулярная рубрика вроде новостей каких-то, которые можно вообще каждый день выпускать. У меня не какая-то регулярная рубрика, где я отвечаю на вопросы регулярно, когда вам постоянно приходят вопросы, и вам всегда есть что снять. У меня более творческий канал, можно так сказать, и когда у меня есть какие-то новые крутые идеи, я снимаю и выпускаю видео сразу же. У меня обычно видео, как только я снял, на следующий день обработал и, то есть через день выпускаю. Они мне не залеживаются долго. Бывает, конечно, что я сниму сразу 2-3 видео, но это очень редко. В основном я снял и сразу выложил. Вот так. То есть по мере возможности снимаю видео. Разрешишь ли ты своим детям иметь канал на YouTube? Да, почему нет? Я не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы это был нормальный канал, и, пожалуйста, в этом нет ничего плохого, абсолютно. Так. Что будет на канале через 10 лет? Вообще не знаю. Я даже не знаю, что будет на канале через полгода. Через месяц могу представить, через полгода даже не могу представить, так что через 10 лет вообще не знаю. Наверное, канал будет существовать, но будет ли на него выходить видео? Скорее всего, будет, но не знаю. Посмотрим. Следующий вопрос. Где ты работаешь? Какие планы на будущее? Желаю удачи и продвижения на YouTube. Спасибо. Где я работаю? Это я уже отвечал в одном из предыдущих видео, поэтому рекомендую посмотреть предыдущие мои ответы на вопросы. Какие планы на будущее? Ну, тяжело сказать. Планы на YouTube, будущее. Развивать канал, снимать больше видео, снимать более качественные видео, сделать более качественную картинку и так далее. А планы на жизнь, ну, тяжело сказать, потому что в каждом отдельном аспекте у меня свои планы. Так что вот так как-то. Какое образование и специальность, какое учебное заведение окончил? У меня образование высшее. Я окончил Крымский федеральный университет. Специальность астрофизик, это факультет физический. И у меня красный диплом. У меня красный диплом бакалавра, красный диплом магистра. И сейчас я учусь на аспиранта, то есть учусь в аспирантуре на третьем курсе. Вот. То есть я физик, астрофизик. Как долго ты будешь снимать видео про спиннеры? Не знаю. Пока это будет актуально, пока это будет интересно вам, пока будет интересно мне. Потому что я сейчас вижу, что эти видео набирают просмотры и они набирают лайки. Это очень важно, потому что видео может набирать просмотры, но не набирать лайки. И значит, что оно популярно, оно в тренде, но оно никому не нравится. В моем же случае оно вам нравится, поэтому я это снимаю. Если бы оно набирало дизлайки, набирало дофига просмотров, не факт, что я снимал бы это дальше. А так, я знаю, что вам это нравится, буду снимать дальше. Пока это будет вам нравиться. Посмотрим. Не знаю. Может быть неделю еще, может быть две недели. Пока это будет вам интересно. Так что переходим к следующему вопросу. Как сделать спиннер? Ну, у меня уже два видео об этом есть, поэтому посмотри. Какими видами спорта занимался в детстве? В детстве я занимался огромным количеством видов спорта. Я нежами занимался профессионально. Я занимался всем по чуть-чуть. Вообще огромное количество видов спорта. Я занимался вот из того, что дольше всего. Это теннис. Теннисом я занимался четыре раза. Это не значит, что четыре раза я сходил на тренировки. Это значит, что четыре раза я начинал и бросал. Занимался максимум, наверное, два-три месяца каждый из этих четырех разов. То есть в сумме где-то полгода, наверное, прозанимался теннисом. А дольше всего я, наверное, занимался каратэ. Каратэ я сначала первый раз занимался, когда у меня было лет двенадцать. Я прозанимался около года, потом бросил. И потом в следующий раз занимался, когда уже был выпускных классов. Где-то девятый, десятый, одиннадцатый класс. То есть где-то года три я занимался каратэ. Получил сначала, по-моему, белый пояс, белый с полоской, желтый, оранжевый. Помню, не оранжевый пояс. Честно, не помню. По-моему, оранжевый. Вот это, по-моему, седьмой или восьмой кью. Я занимался шотокан каратэ. Если кто-то занимается каратэ, вы молодцы, потому что это крутой вид спорта. Но потом у меня была операция, мне вырезали аппендицит. Мне какое-то время нельзя было заниматься спортом. Потом было окончание года, мне надо было сдавать вступительный экзамен в университет. И как-то уже вообще не до этого было. И потом поступил в университет. В общем, я бросил каратэ. С тех пор не занимался каратэ. Сейчас хожу в старинный зал максимум. Это всё, чем занимаюсь в качестве спорта. Я уже ответил на все вопросы, которые задавали в группе ВКонтакте. Я буду ещё периодически задавать такие посты, где я буду просить вас задавать вопросы. Не обязательно это вопросы касательно меня. То есть не обязательно вопросы «Сколько тебе лет?», «Что ты закончил?», «Где ты работаешь?», «Где ты учишься?». Вы можете задавать абсолютно любые вопросы. Я буду на них отвечать по мере возможности, если это вам будет интересно. Так что, надеюсь, вам это видео понравилось. Я постараюсь регулярно выпускать такие видео хотя бы раз в месяц. И периодически буду задавать такие посты в группе ВКонтакте, где вы сможете задавать свои вопросы. Может быть, в Инстаграме буду задавать такие посты. Посмотрим. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам новый фон, потому что я решил сменить фон, теперь я снимаю не там, где раньше, теперь я снимаю в другом месте, и вот у меня такой стеллаж, где стоит моя серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков, стоит крокодил, который набрал уже 5 миллионов просмотров, или почти 5 миллионов просмотров, почти 5 миллионов, там где-то 1050 не хватает до 5 миллионов, вот. Вот, там стоит пушка из моего видео, где я делал её, железную пушку, там стоит набор лего небольшой, в общем, почти всё, что там стоит, это было в моих видео, если вы знаете каких, пишите в комментариях, и, возможно, если вам интересно, я сниму отдельно, что на моей полке. Всё, всем спасибо за просмотр, пока!